Я приветствую сегодня всех любителей искусства на моём канале Мария Ширяк и назвала бы сегодняшнее видео «Сказка, которая всегда с тобой». Вместо предисловия я расскажу вам немного о своём путешествии в Непало-Тибет, которое состоялось в 2012 году и было наградой мне за тяжёлую работу над диссертацией в течение 20 месяцев. Чтобы не утомлять вас своими любительскими снимками, я коротко расскажу о своих незабываемых впечатлениях Гималайи и Тибет. Перед вами лишь несколько фрагментов нашей удивительной паломнической поездки в Непал и Тибет. Путешествие наше началось в Катманду, и перед вами ряд фотографий, отражающих наши пешие и транспортные передвижения по этому замечательному краю. Самые сильные впечатления от посещения Гималаев остались от восхода солнца над Анапурной. С замиранием сердца мы ожидали полночи, наконец, рассвета над Анапурной. На смотровой площадке скопилось много туристов, но в одночасье, в одно мгновение, все замерли от неожиданности. Громадный оранжевый шар так тихо и грациозно выплыл из-за вершины, что я не успела даже сфотографировать. Эта сильнейшая энергетическая картина приходит в сознание всякий раз, когда надо решительно изменить ситуацию в позитивную сторону. Берегите такие впечатления, они осветляют душу. Недоступность подъемов на Эверест и на другие вершины Гималаев напоминали мне о том, что мой туристический сезон путешествия по горным хребтам Северного Кавказа, Кавказа и Крыма подошел к концу. К счастью, периодически были задуманы прогулки по живописным местам. Нельзя не упомянуть о восхитительном образе Ганеша. Вы видите его перед вами. Ну и, конечно, о посещении изумительного храма исполнения желаний, где мы увидели необыкновенный образ гуру Ринпочи. В Тибет я ехала с большой надеждой, ведь именно там, в паломнической поездке, я намеревалась попросить высшие силы об исполнении моей мечты. И вот мы на вершине, высотой 5675 метров. Пасмурный день. Небо затянуто облаками. Маленькая группа бросилась фотографировать все возможные и невозможные уголки. Только я одна стояла неподвижно, закрыв глаза, и просила высшие силы помочь мне. Из машины мне кричали «Быстрее! Быстрее!» И в эту минуту я почувствовала, как меня ослепил свет. Я открыла глаза и увидела громадный, сильнейший луч солнца, который пробился через облака и высветил всю меня. снизу довер, все пространство округло. И через две минуты исчез. Это был знак. Я поняла, что меня услышали. Рассказ о моих впечатлениях был бы неполным, если бы я не упомянула моих встреч с людьми в монастырях, на улице, на рынке, в Алхасе, меня буквально поразила удивительная доброжелательность и постоянно улыбка в ответ на ваше обращение. Это было отражением внутреннего покоя и мирного, позитивного восприятия жизни. В одном из монастырей в Алхасе мне подарили белоснежной, изумительно красивый белый шарф и очень живописный китайский фонарик. Надо сказать, что меня поразило еще одно зрелище в Алхасе. Это рынок каких-то каких-то бесконечных размеров, но что самое изумительное, что там представлено громадное количество творческих находок, людей, талантов и изумительных изделий. Далее мы с вами видим резиденцию в Тибете Далай-Ламы XIV, но особую художественную ценность и в буквальном смысле паломничество со всех концов мира привлекает дворец Патала Далай-Ламы в Тибете. А сейчас перед вами изумительный архитектурный памятник Алхасы, дворец Патала, Одновременно дворец Далай-Ламы и буддийский храм. Он расположен на высоте 3700 метров над уровнем моря высотой 117 метров. В этот дворец из красного камня непрерывным потоком идут туристы. Образ Будды притягивает паломников со всех концов мира. Именно здесь в Тибете наш замечательный соотечественник художник Николай Рерих не получил разрешения китайского правительства, чтобы попасть в замечательную страну Шамбалу. гималаях. Гималаях и перед нами изумительная череда вершин, горных вершин, которые изобразил на своих полотнах Николай Рерих. на картине Рериха путь мы видели с вами, что в преодолении трудностей на пути человека к вершине человеческого духа нужны мудрость и сострадание. А главное условие это красота мира, в которой живет человек. И в завершение нашего короткого рассказа сегодня мы показываем вам образец потрясающей красоты. Это череда необыкновенных бабочек из Гималаев. Любуйтесь ими, наслаждайтесь, любите мир, и радуйтесь жизни. Красота природы и ее мудрость неиссякаемый источник радости нашей жизни. Я благодарю всех зрителей за внимание и оценки моего труда на канале. Всего доброго!